Ну а почему бы и нет? Всем привет рыбаки и рыбачки, не поменять убитый или отломанный крючок на мормышке, подумал я сегодня в процессе мечтания об очередной зимней рыбалке. Подумал и решил попробовать, в чё далеко ходить. Собственно, это и есть убитый крючок. В общем, для меня не проблема его заточить, если он вдруг затупился, вручную. А то, что вы видите, результат эксперимента по машинной заточке. Перестарался, крючок получился нереально острым, но увы, уже безбородки. Спортивным, короче, для режима поймал, отпустил. Мормышку сохранил на всякий случай, не знаю для чего, но вот он наступил. В общем, будем реанимировать. Поехали. В конце концов, 18 рублей за обалденного качества крючок, ничтожная сумма по сравнению со 150, 200, 300 и даже у меня есть друг спортсмен 600 рублями за новую вольфрамовую мормышку. Итак, для начала просто берем круглогубцы и проворачивая вытаскиваем крючок. Ну или нагреваем, ибо крючок в вольфрамовом теле может крепиться двумя способами. Либо вклеивается, либо впаивается, если мормышка была меднена. Другого не дано. Ну, либо я еще не все видел в своей, в общем-то, не такой уж и длинной рыбацкой жизни. Если не поддается, ломать не надо, просто нагрейте крючок паяльником. Дальше. На новом крючке надо срезать лопаточку или кольцо, смотря что у вас там будет. У меня лопаточка. Я, кстати, покупал крючки по памяти, поэтому промахнулся с размером. Хорошо это или плохо, я узнаю, когда буду ловить этой мормышкой. Сейчас важно, чтобы получилась замена. Все остальное вторично. В крайнем случае, я просто сточу тело мормышки под размер крючка. Стачиваем лопатку. Лучше именно сточить, а не ломать или откусывать. Я сточил на мини-гриндере. Сейчас кто-то скажет реклама гриндера. Как сказали про рекламу ручной точилки в моем кино про заточку ножа для ледобура. Посмотрите, кстати, вот подсказка она сейчас вылезла. Можно сточить, в общем, надфилем, камнем, точилкой, наждачкой, чем ваше душе угодно. Все самое сложное уже позади. При необходимости можно и нужно расширить отверстие в мормышке иголочкой. Если иголочка слишком толстая, тоньше ее можно сделать правильно на мини-гриндере. Сильно только не перестарайтесь. Огромное дупло нам ни к чему. Желательно, чтобы крючок входил с небольшим натягом, чтобы его не держать в ходе следующего шага, который вообще проще первого шага младенца. Капаем на основании вставленного крючка капельку флюса и все припаиваем капелькой припоя тонким жалом паяльника. Не бойтесь повесить большую соплю на основании крючка, но поменьше старайтесь ляпать на мормышку. Нам же важен ее красивый вид, правда же? Рыбку должна привлекать. Все. Осталось только пошкрябать бокорезами, постругать ножиком, потереть камнем или наждачкой припоя. Убрав лишнее и загладив все острые края. В этом месте лежит леска. Нам ее лишние травмы вообще ни к чему. Все. Поверьте мне, ни хуже и ни слабее, чем было. У меня провернуть крючок в реанимированной мормышке и выдернуть не получилось. В будущем только распайка. И да, не грейте сильно тело мормышки, иначе придется пересаживать новый кембрик. Старый может поплыть и заплавить отверстия. Впрочем, это не сильно сложнее перепайки крючка. Все. У меня на этом все. Всем острейших крючков и натянутых лесок. Оставайтесь на канале. Спасибо за просмотр. Всем пока.